Барнаульский ковш – заброшенные башни-близнецы. До начала 90-х годов сюда с барж перегружали зерно, после доставляли на территорию элеватора. Но вот уже 30 лет никакой практической пользы эти конструкции не несут. Зато уже много лет сюда магнитом притягивает детвору. Здесь постоянно можно было встретить и детей, и различных рыбаков, местных жителей, которые здесь в свободное время проводят время. Здесь шашлыки могут готовить. А что касается самих зданий, там находиться достаточно опасно. Раньше наверх можно было забраться по лестницам, потом их демонтировали, чтобы люди туда не лазали. И после этого народ стал изготавливать лестницы из подручных средств. Здание никем не охраняется, доступ совершенно свободный. Подобные травмоопасные объекты находятся и в центре города, в непосредственной близости от проспекта Ленина. К примеру, дом купца Паскотинова. Без окон, дверей, памятник истории и архитектуры регионального значения стоит уже почти 20 лет. И так и манит своими пустыми глазницами прохожих. Поставили ограждение чисто для вида. Чтобы, ну как бы, видели, что огорожено, как бы, ну и ладно, и так сойдет. Ну а кому надо, тот обойдет, просто со двора зайдет и все. Ведь мы видим, здесь даже парковку сделали, во внутреннем дворе. И что самое главное, даже вот входы, да, окна, двери, они не заколочены. Это сделать, мне кажется, несложно. В последнее время заброшенных зданий в городе стало меньше, признает Евгений Кученев. По данным мэрии, на сегодняшний день в Барнауле насчитывается 39 опасных объектов недвижимости, куда беспрепятственно можно проникнуть и, собственно, попасть в беду. Далеко ходить не надо. Прошлым летом в заброшенном доме на улице водопроводной надругались над барнаульской школьницей. Такие места всегда притягивали и, к сожалению, будут притягивать, как правило, недолюбленных детей, говорят психологи. Дети часто бывают травмированы психологически. В том числе, связано это может быть с такой недолюбленностью со стороны родителей. Часть, которая отвечает за стресс, она более чувствительна. Такие дети склонны создавать какие-то острые ситуации, почувствовать что-то острое, опасное, пойти куда-то в запретное. Это вызывает очень много эмоций, очень много чувств, и ребенок такой чувствует себя живым. В мэрии пояснили, что у собственников нет не только финансовой возможности реконструировать здание, но даже снести опасное сооружение. Поэтому в администрации предлагают образовательным учреждениям города сделать упор на профилактическую работу с учащимися и их родителями. Необходимо проводить профилактическую работу с учащимися и их родителями. Районным администрациям города усилить взаимодействие с правообладателями зданий в целях организации их охраны и предотвращения доступа посторонних лиц. Заброшенные здания притягивают не только детей, но и тех, кто просто хочет красивое колоритное фото на фоне развалин. Вот только забывая о том, что очередное селфи может стать последним. Кстати, отдельная часть заброшенных зданий в городе расселенные многоквартирные дома. Но снести их муниципалитет не может, пока не завершится процедура с выплатами жителям выкупной стоимости. Но, как заверили в мэрии, за такими зданиями комитет ЖКХ следит пристально. Охранное предприятие периодически осматривает пустующие опасные конструкции. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.